Лев Аборин, часть ландшафта, книга стихов, читает автор. Скол Мир рассудит, где я был неправ. Громко стучал о стену переплетами книг, ставя на полку обратно. Упражнял бесполезный сустав, не подумав, будил остальных, и зачем — непонятно. А тем временем жизни извне ходили в музеи, осваивали сноуборд, выбирали надгробие, как в янтарном молочном жасминовом сне бесконечность трудов и забот, имена адмиралов, кормления воробья. Выбрал из предложенных ремесел мастерство фигурного стекла, выдувал стекло и купоросил, Синева мерцала и влекла между полок и фамильных кресел, этажерок, занавесей. Клад чуть звучал, но плотный воздух перевесил. Когда шаги, сосед над головой, другой в метро хрипя толкает в бок, Вот этот студень кашляет живой, вот маятник вверху, он одинок. Сказать о них нарочно, напролом, но звук скользит, и вот сравнить готов, Как быстро едешь вымершим селом, ненужный скальпель меж гнилых домов. Простая речь пускает в закрома. Взгляните, убедитесь, ничего. Пусты сусеки и зерно письма истолчено. Заслужил ли я двойника на холсте или в камне или в чьих-то словах? Если да, станет ли он частью удивительного камнем ландшафта или плодотворным нулем? Полине Борсковой Выбитый зуб посреди сладостного дыхания, то есть отсутствие, тишина родственное дыханию, Колебание слова, которое на все времена могло бы звучать, образчик упругой ковки, Но добровольно спускается в ад и чад, на сковородку, где перчики и морковки маленькие шкварчат. Золото нити распущены в снеге рыхлым, кариотида празднует суфражизм, лишившись балкона, И смрадный выхлоп таксомотора значит, что здесь есть жизнь. Сладкому голосу петь о цинге и ране значит являться в рупор, в шубе помех, Шуба меняла хозяев и пятна дряни здесь говорят за всех. Кто ты, кто ты, дорога? Сорвавшаяся с катушек водяная змея. Когда мой пожар потушен, ты прикинешься шлангом. Пожарный расчет придется заменять компетенцией лозоходца. Где столбы расставлены, в поле, в поле о контакте, много миль идти, Но дышится полной грудью, ход часов набирает вес, Начинаясь там, где ты возможность, показанная безлюдью. Вдаль уходит лесная дорога, и смерч, небо, расталкивает деревья. И пока ты один, заглянив в себя, узнаешь кого-то, Кто-то из них причинил тебе зло, не додал чего-то, обидел, Чего-нибудь не позволил, гнал через темнеющий лес, Когда тебе было страшно. Свериге, свериге, птица, не знающая границ, Где-то сидит и летит и сверкочет. В шестнадцать часов день объявляется безнадежным, Капли накапливаются, поднимаются взрослые темы. Гнездование, армия, пенсия, катаракта. Свериге, свериге, в порядке своей афазии, птичьей болезни. То ли бред угасания, то ли геройство последних ударов, Раздвоенного кайла. Не раступятся ли слои, не покажется ли она птичья прародина. Древо, парламент, тинг. Снова чисто звучит натуральный ряд над детской площадкой. Колеблет качели. Один, два, три. Проницает рабицу, форсирует профнастил, Улетает от точки, где детский голос пропускает тринадцать, Между тем, как тринадцать шагов от столба и забор, Тринадцать и озеро, тринадцать и лес, Куда все побежали прятаться, А четвертая сторона, не занятая ничем, Магистраль для чисел, уходящих искать. Никогда ничего не найдут, ни во что не упрутся, Пройдут вереницей сквозь просторные дебри, Оставленных стройплощадок. Уродливые здания на горизонте представляю, Расфокусировав взгляд, облаками. Вот наплывут в намеченный срок И выжмут содержимое под песню «It's raining men, hallelujah», Как шелковица сбросят темные комья, Сотен чернильниц потенциал разбивая. Пятна и пятна и пятна и пятна и пятна, Пока равномерно не будет покрыт асфальт И не будет, можно сказать, приняв растральную позу, Что место выстрадано, город выстроен на, Но понятно, пока самого не зальет кипятком истории, Пока не исчезнет возможность быть непричастным. Попаданцы, паданцы, оборванцы, пятна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова